Об этом мы сегодня поговорим в рамках нашего репортажа. Ну а давайте пока представим вам главных действующих лиц вот этой дисциплины. Вот на Украине, точно так же, как и в России, по 200-250 человек приезжают в национальные чемпионаты. Несколько сот тренеров в разных клубах готовят спортсменов по тяжелой атлетике на Украине. В отличие от других стран, где, может быть, 3-5 тренеров и все. Там 1-2 клуба, как в Канаде, в Франции, да и в Египте практически точно так же. Там, может быть, 2-3 клуба, не больше. Но, видите, Надя Миронюк египетским штангисткам проигрывает. Хотя она из совсем другой конкурентной борьбы, что называется, выбралась. Лидия Валентин из Испании. Вот в Испании точно 3 клуба. 112 килограмм. Первая попытка. И испанские клубы должны быть благодарны Петру Полетаеву, российскому тренеру, который 10 лет тому назад туда поехал и там прожил 3-4 года. И потом еще приезжал несколько раз в Испанию. Он научил испанцев заниматься тяжелой атлетикой. И как раз Лидия Валентин – это одна из его учениц. Читает секундомер. Видите, уже Лидия Валентин, поэтому она немножко так спешит. Но еще есть время – 35 секунд. Нормально для того, чтобы подготовиться. 118 килограммов. Второй попыткой идет бронзовый призер чемпионата Европы нынешнего года. КОНЕЦ На Подобедово, который начинают со 120. У Каулей остается еще третья попытка в запасе. Ну а Лидия Валентин выходит на 119 третьей попыткой. Ну а Лидия Валентин выходит на 119 третьей попытки. 112 только результат Лидия Валентин сегодня здесь на этих соревнованиях, на чемпионате мира. Итак, их осталось только трое. Каулей имеет одну попытку в запасе. Она будет ждать, конечно же, что покажут ее менее именитые соперницы. Ну а Хрипшим Хуршу Диан и Светлана Подобедова по очереди. Пожалуйста. Кто первый? Ну вообще 120 Хуршу Диан. Ну здесь еще соревнования только-только продолжаются. Мне кажется, еще если уж говорить о реформах тяжелой атлетики, то еще одна вещь, которая напрашивается. Здесь тоже очень много обсуждений по этому поводу. Идет речь, конечно, о реформировании олимпийской системы отбора, которая сейчас устроена таким образом, что раньше предполагалось на трех чемпионатах мира между Олимпиадами, сейчас на двух чемпионатах только. Команды собирают очки, и, соответственно, лучшие восемь команд получают максимальное представительство на Олимпиаде, ну а потом меньше-меньше-меньше-меньше по итогам этих двух профессиональных чемпионатов мира. Но и потом сама федерация, сама команда решает, кого брать, а кого не брать на Олимпиаду. И из-за этого получаются какие-то странные иногда олимпийские результаты. Так бывают атлеты, которых, по большому счету, никто не знает и не видел на всех этих чемпионатах, которые созданы специально только для одного турнира. Обычно в этих случаях говорят, что вот у китайцев... Этим подходом Татьяна Хромова не дотягивается до высот египтянки. Имеет точно такое же 245 в сумме. Видите, египтянки она проигрывает. Ну, конечно же, переносить этот третий подход выше смысла не имело. Но ведь у египтянки еще два подхода в запасе. А Лидия Валентайн идет на 136. Посмотрев, что сделала ее основная соперница, идет и не толкает. Пока у нее 130, имея 112 килограммов в рывке. То есть у нее преимущество на Татьяне Хромовой 2 килограмма в рывке. Ну, и 130 она затолкала. Если 136 Лидия Валентайн будет успешен подхода, то она, вы понимаете, обойдет не только Татьяну Хромову, но и египтянку Абдей Рахаман Хахил. На 136. Все-таки на 136 готовится, не переносит Лидия Валентайн. А там посмотрим. И дважды ошибается Лидия Валентайн. на штанге весом 136. Да, египтянка обыграла Елизио Валентайн и Татьяну Хромову одним единственным подходом во втором движении. Сейчас у нее лучший результат. Понятно, что...